МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Уже в следующем году Молдова может подписать меморандум о сотрудничестве с Евразийским Союзом. Об этом заявил избранный президент Игорь Дадон на форуме «Молодежь в пространстве Евразийского Союза», местом проведения которого стала Молдавская столица. В работе молодежного форума приняли участие представители многих стран, включая Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан. И сегодня в нашей студии мы принимаем некоторых из них. С удовольствием представляю. Илья Свиридов, представитель молодежного крыла партии «Справедливая Россия», Алексей Бычков, руководитель департамента страны СНГ, Института политических исследований и Никита Цуркан, член Координационного Совета Молодой Гвардии. Здравствуйте. Добрый день. Ну, название самого форума «Молодежь в пространстве Евразийского Союза» уже подсказывает первый вопрос. Место и роль молодых политиков в формировании вот такого единого культурного, политического, экономического пространства на территории Евразии. Вот как она видится? С кого начнем? Прежде всего, очень важно здесь, скажем так, идея донести принципы евразийства. Потому что многие, в том числе молодежь, они не совсем пока понимают, что из себя представляет евразийство. И первая задача форума – это, естественно, рассказать об этом. Что из себя представляет евразийство, его истоки и перспективы. Вот об этом, в принципе, велась основная речь на форуме и, соответственно, проходил обмен опытом. То есть это вот первая из таких деталей. И, безусловно, на сегодняшний день это является такой важной стратегией. Мы видим, что происходят такие глобальные процессы, изменения. Уже неоднократно говорят о том, что и Brexit, и трещина в Евросоюзе, и выборы Трампа – это такие процессы, когда глобалистские идеи разбиваются о стену. И вот сейчас как раз такой период построения новой мировой модели. И эта новая мировая модель видится как такой принцип перехода к регионализации. То есть новые объединения экономические или прирост экономических объединений к старым. То есть это Евразес, это ШОС, ОСЕАН, большое количество экономических объединений. И здесь будут региональные лидеры появляться и появляются уже, в том числе и Россия, на Ближнем Востоке Турция, Иран. И здесь для государства, скажем так, с экономическим ростом важно найти свое место, скажем так, под солнцем, то есть в новых геополитических реалиях. Ну вот евразийство – это, будем говорить, такой момент геополитического характера или нечто, ну платформа для создания общего пространства народов, живущих на определенной территории. Я почему спрашиваю? Смотрите, у нас вот не так давно прошли выборы, прямые выборы президента страны, где, как многие наблюдатели утверждают, был силен геополитический так сказать критерий выбора, где было противопоставление люди, голосующие за, так сказать, сближение Молдовы с Евросоюзом, у них там свои кандидаты, люди, которые сохраняют верность традиционным связям с Востоком голосовали за своего кандидата. И вот противопоставление Евросоюз и Восток у нас очень часто педалируются в различных ток-шоу, даже не только, на улице, в троллейбусе можете проехать, вы услышите Евросоюз, там бла-бла-бла, и здесь начнут критиковать что-либо говорить, особенно любят, ну Евразия – это еще такая слабая политическая инфраструктура на политической карте мира, куда нам там еще идти, куда развиваться. Вот на сегодняшний день Евразия – это что, с чем вы идете, когда рассказываете об этом? Можно я, наверное, по-простому пытаюсь объяснить. Вчера очень мне понравилось, несколько докладов было хороших, которые объясняли, и смысл в том, что СНГ – это был цивилизованный развод стран, которые еще недавно были в составе одного Советского Союза. А Евроазиатский экономический союз – это новая форма, которую стали искать вот эти вот страны, которые уже, так сказать, прошли процедуру развода, а теперь ищут новую какую-то площадку, на которой можно что-то построить новое, вдохнуть какую-то новую жизнь в отношения между собой. И на сегодняшний день это уже не история про только любовь или только какие-то эмоции. Это сугубо экономическая история, прагматичная, где каждый ищет выгоду для себя. И, собственно, тот факт, что президент, вновь избранный Молдовы участвовал в этом форуме, явно свидетельствует о том, что как раз большая часть населения республики заинтересована вот в этом экономическом векторе дальнейшего развития страны. И один из спикеров, если я не ошибаюсь, Юрий Рожко, говорил о том, что экономика всегда в большей степени была, экономика Молдовы была направлена на восток. То есть торговые связи, обмен товаров, производство всегда в большей степени шло в сторону России, Украины, Белоруссии, то есть на восток. А то, что происходило последние 10 лет, грубо говоря, с попыткой перевернуть вот эту классическую модель, показало свою несостоятельность. На сегодняшний день мы видим, падает экспорт. Никита, как представитель принимающей стороны, какое ощущение от происходящего на вот этой площадке форума и что говорят твои коллеги? Ну, в первую очередь для нас это такой опыт, первый проведение форума в рамках молодежного форума, где будут говорить о Евразии. То, что сказали коллеги уже, нам было важно рассказать людям, что это такое, рассказать молодежи, в первую очередь, что это такое. Потому что существует, сейчас мы живем в век информации, где достоверную информацию найти тяжело. И мы разделили поэтому нашу, вот вчерашнюю нашу конференцию, мы разделили ее на три блока для этого специально. Мы поговорили о политической составляющей, поговорили о экономической составляющей, поговорили, конечно же, о молодежи. То есть, в этом формате. И приятно, что молодежь была в этом заинтересована. То есть, им нужна была информация. То есть, там выступали люди с докладами, делились. То есть, если говорить, например, о молодежной политике в странах Евразии, то это для нас, для Молдовы это очень полезно. Потому что, к сожалению, в нашей стране молодежная политика отсутствует как таковая. И тот опыт, и те практики, которые нам рассказали наши коллеги из Российской Федерации, из Белоруссии, из Кыргызстана. То есть, это правда, это правда интересно. Это правда то, что вот можно брать и пытаться имплементировать у нас, в нашей маленькой республике. Потому что тут, исходя там из территории, например, в Российской Федерации понятно, по каким причинам тяжело внедрять какой-то проект федерального уровня. Потому что это огромная территория. И это тяжело из-за расстояния, из-за многих факторов. У нас это делать намного легче. Тут три часа, и ты на другом конце Молдовы. Исходя из этого, то есть, это, мне кажется, в первую очередь была огромная польза для тех людей, которые принимали участие. Я говорю сейчас о молодежи. Потому что это только начало. Мы вот этот кирпичик в фундамент вложили, и мы будем дальше продолжать работать. Кроме этого, то есть, был очень важный, на мой взгляд, момент, когда Игорь Николаевич Додон присутствовал на открытии. Я думаю, тут большинство уже молодежи об этом знает, но лишний раз это скажу. О том, что в 2017 году будет фестиваль всемирный молодежи и студентов. Он будет проходить в октябре в городе Сочи, в Российской Федерации. Это масштабное мероприятие. И вот вчера Игорь Николаевич Додон сказал, что он поддержит и окажет всевозможное содействие для того, чтобы делегация из Молдовы была представлена всеми. То есть, вне зависимости от вероисповедания, культуры, каких-то национальностей и, конечно же, распределения. Не только ребята с Кишинева должны ехать. Поедут все. Это очень важно, когда президент, ему важна молодежь. Он понимает, что молодежь, это через каких-то 10 лет будут те люди, которые, возможно, пойдут в политику, которые будут строить это государство. До этого, к сожалению, у нас был период, когда молодежью никто не занимался. Сейчас ей тоже не занимаются. И вот это, правда, кажется мне важно. На форуме обсуждались ли возможные проекты общего характера, общего для всех участников, кто работал в этом форуме, с общими задачами или с общими возможностями? То есть, объединяющие молодежь России, Молдовы, Казахстана. Какие-то реальные, ну, помимо вот таких форумов, которые проходят, так сказать, качуя из столицы в столицу. Но мы уже, если говорить о нашем регионе, о Молдове, мы вот, начиная с прошлого года, очень интенсивно сотрудничаем с представителями фонда Горчакова, которые являются нашими партнерами в этом мероприятии. Мы сотрудничаем с организациями не только из России. То есть, мы внедряем так, шаг за шагом, мы вот сейчас в рамках молодежного, скажем так, молодежного парламентаризма будем общаться с нашими армянскими коллегами. То есть, мы уже там договорились по определенным вещам. Мы похожи странами Армении и Молдовы. Их практики тоже там плюс-минус нам близки. То есть, вот сейчас там в рамках форума мы в очередной раз договорились о том, что совсем скоро, то есть, мы обменяемся еще раз мнениями. Возможно, наша делегация поет в Армению или делегация из Армении приедет к нам для того, чтобы показать, что такое молодежный парламентаризм и как его внедрять. Если говорить о больших проектах, я думаю, тут вот Илья может рассказать о фестивале, который тут тоже Молдова будет в нем участвовать. Да, ну, действительно, я один из учредителей Национального подготовительного комитета России. Дело в том, что фестиваль это, как Олимпиада, проходит раз в четыре года. Первый фестиваль прошел в 1947 году. Его традиционно организовывает Всемирная федерация демократической молодежи, которая была создана в 1945 году в Лондоне одновременно с ООН. То есть, это такая большая структура, которая своей целью ставит пропаганду мира, дружбы народов, антифашизма, антиимпериализма вот уже на протяжении более семидесяти лет. И раз в четыре года проходят эти фестивали. Будет девятнадцатый фестиваль в Сочи. Дважды фестиваль принимал Советский Союз оба раза в Москве в 1957 и в 1985 годах. Они проходили в разных странах. Были и в Праге, и в Бухаресте, и в Северной Корее, и на Кубе, и в Венесуэле. И последний в 2013 году был в Эквадоре, в столице Эквадора, Кита. Вот мне довелось участвовать в этом фестивале. Очень интересное мероприятие. Десятки тысяч молодых людей со всех стран мира объединяются для того, чтобы обсудить различные проблемы. Это и здравоохранение, и образование, и равный доступ к информации, бесплатно, естественно, и здравоохранение, образование и так далее. И проблемы экологии, проблемы промышленности, то есть технологического прогресса. И проблемы, как я уже сказал, антимпериалистической солидарности, дружбы народов и так далее. И в Сочи будет такое масштабное событие, более 20 тысяч участников, 10 тысяч участников из 150 стран. И мы очень надеемся, что из Молдовы приедет представительная делегация, 200, может быть, 250 человек. Мы будем очень рады, если Ваши страны направят такую внушительную делегацию. Понял. Еще вопрос относительно восприятия Евразес. Ваш форум начался 8 декабря, день, когда у страны бывшего советского пространства отметили 25-летие с момента подписания в Белорусской пущей документа, которая поставила точку в истории Советского Союза. И почему вспомнил об этом? Часто, когда по роду своей профессии разговариваешь с людьми, тоже об этом геополитическом разделе, разломе, который сложился в нашей стране, слышу о том, что Евразес это, не знаю, возможность, попытка восстановления прошлой империи, как сегодня воспринимает Советский Союз. И в этой ситуации, мне вспомнилась цитата российского президента Владимира Путина о том, что тот, кто не жалеет о том, что распал СССР, того нет сердца, а кто думает, что можно восстановить в том виде, каким он был, того нет головы. Ну вот в этой ситуации, насколько правы те, кто говорит, что Евразес это, ну опять же, восстановление каких-то имперских традиций. Прежде всего, об этом говорят как раз те, кто не хочет допустить Евразес, не хочет допустить вот этого интеграционного процесса, который происходит в рамках Евразес. И, естественно, огромное количество разнотолков. То есть, вы упомянули тоже противопоставление Евразес, ЕС, или вы туда, или туда. Нет. Вот сейчас меняется политическая модель мира, да, как я уже сказал. И очень важно, что в Европейском Союзе все больше и больше понимают пагубность санкционной политики, пагубность того, что не получается нормальное взаимодействие между странами Востока, скажем так, Восточной Европы с Россией. И это, безусловно, минус и для России, и для Европейского Союза. То есть, Европейский Союз и Евразес это не противопоставление. Это две экономические структуры, которые могут и должны взаимодействовать. И здесь есть много, скажем так, точек соприкосновения. И Болгария, например, там, где было большое количество людей, которые с негодованием относились к тому, что там Южный поток, там. Это сейчас все восстанавливается. Вот эти процессы Южного потока, там Турецкого потока, как его называют. И с Турцией меняются взаимоотношения. То есть, Евразийский Союз это ни в коем случае не повторение, там, Советского Союза. Это ни в коем случае, там, не империостатические планы Москвы, а, там, захвата всей Восточной Европы. Вот это пытаются навязать. Это новая модель интеграционного объединения. Прежде всего, на экономических основах. То есть, равноправие. Здесь важно тоже понять, в чем и из-за чего произошла трещина в Евросоюзе. То есть, Евросоюз это вообще модель, которая была создана на основе Советского Союза, на основе модели объединения Советского Союза. Но были основные идеи. То есть, это национальные государства, и это возможность в рамках этих национальных государств развиваться дальше, но при этом конфедеративное объединение. То есть, государства все в единой границе, но каждый своим национальным интересом, каждый со своим культурным интересом. А получается, что Европейский Союз эти все 90-х годов идеи он упразднил. И получается такой опять патернализм Германии над всеми. Ни в коем случае нельзя вот этого допустить. Нельзя допустить, чтобы и Россия так и действует, что на равноправных началах. И причем впервые о евразействе современном уже заявил Нарсултан Назарбаев в 1994 году в МГУ. И он, можно сказать, основоположник вот этих идей как раз, которые подхватили и другие государства. И здесь важно, опять же, уже на опыте Евросоюза, первое, никакого патернализма. То есть преобладание кого-то над кем-то равноправия в экономическом. Естественно, у России больше экономический потенциал, чем у других стран. Но тем не менее, она является в каком-то смысле локомотивом. Но никаких вот этих империалистических толков. И второе, обязательно, это возможность для всех государств. Потому что уже сформировались национальные государства. Плохо, это нехорошо, хотим мы, не хотим. Но тем не менее, процесс этот произошел. И возврата как бы такого нет. То есть возврата к Советскому Союзу, безусловно, нет. Но новая вот эта интеграционная модель, это в каком-то смысле собирание. Да, действительно было время там разбрасывать камни. А теперь собирание камней происходит. Упраздняются таможни, упраздняется, скажем так, улучшается возможность товарообмена, просто перемещение граждан. И какие плюсы для Молдовы? Молдовы уже сказали, да? Что, безусловно, ориентировано на восток больше. И с точки зрения товарного оборота. Ну и ни для кого не секрет, к сожалению, может быть, но это так, что большое количество граждан Молдовы работает в России. И они видят, как, допустим, работают киргизы, армяне, у которых есть возможность без патентов, без различных разрешений на работу работать так же, как и граждане Российской Федерации. И, естественно, это, вроде бы, такое малое, но, тем не менее, очень важное, так как вот эти поступления в Молдову от трудовых мигрантов, они очень весомые для бюджета. Ну и так далее. То есть, одно из направлений. Естественно, мы были поражены тем, какие тут производства, вины, например. И то, что они не поставляются в Россию, это большое упущение. Ну, потери рынка значительно, очень сильно очищают. Я хотел еще добавить один момент относительно тех, что ли, критических мыслей, которые высказываются относительно Евразеса, как новой формы некой империи великороссов, которые нечистые европейского племени, варвары и так далее. На самом деле, если посмотреть на те тенденции, которые происходят, а это договор с Вьетнамом, это переговоры с Китаем, переговоры со странами Асиан, Юго-Восточная Азия, это Индия, это Иран. В общем, повторюсь, речь идет о сугубо экономических отношениях. И тогда можно думать о том, что этот Евроазиатский Союз, он даже будет превышать Советский Союз по своим масштабам. То есть, он будет поистине евразийского масштаба. И надо сказать, что первый, кто высказывал эту идею о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, был Шарль Добой. Я как раз хотел вспомнить, упомнить о нем и о том, что в свое время и российский президент озвучивал эту идею о едином евразийском пространстве от Лиссабона до Владивостока. Поэтому это сугубо прагматичная история. И здесь, мне кажется, это время, действительно, как сказал коллега Алексеевич, что время собирать камни. Время просто судить объективно. Вот есть возможность, ассоциации с Евросоюзом дают такие-то плюсы. Посмотрите на Болгарию или на Румынию. Насколько хорошо там все в экономике, насколько они успешны и позитивны. Грецию. Грецию, совершенно верно. И посмотрите на ту же Киргизию. Вчера представитель Киргизии рассказывал о том, что у них были панические настроения относительно вступления в Евросоюз. Все ждали падения роста цен, падения экономики. Ничего не произошло. Наоборот, стали цены падать. И на ГСМ, и на продукты первой необходимости. Действительно вопрос об отсутствии необходимости получения патентов для того, чтобы иметь возможность работать. То есть, свобода перемещения трудовых ресурсов и так далее. То есть, это безусловно экономические плюсы. И в этом смысле и Россия, безусловно, как один из локомотивов, один из идеологов этого евразийского экономического сообщества. Объективно говорит, послушайте, вот, пожалуйста, вот правила. Мы по ним предлагаем всем, кто готов и кто хочет с нами дружить и работать, готовы предложить полное равноправие. Вот и все. Ну, ведь, смотрите, который год замечал такой момент, что эти четверть века, которые нас начали разделять с точки, которая была поставлена в истории Советского Союза, на протяжении этих 25 лет каждый раз отмечал для себя, ну вот она точка невозврата, когда не развернуть. То у нас восточное партнерство, то подписание договора об ассоциации с Евросоюзом. В сегодняшней власти четко ориентировано именно строго на Брюссель. Как бы заявление есть одного характера, на самом деле мы видим действие, полная зависимость от кредитов, грантов. И я понимаю, что формирование общего евразийского пространства на основе экономики, какой-то общей культурной или политической основы, достаточно тяжелая работа, с учетом того, что за эти 25 лет страны, ну не территориально, по-моему, говорит, но ментально расползлись в разные стороны и выросло не одно поколение, которое мыслит совершенно не так, как, например, мысли те, кто родился в советское время. Вот насколько подъемен этот труд? Да, мне кажется, ну то есть, если мы говорим сейчас о поколении, я тут, мне кажется, представитель вот как раз того переломного момента, когда вот Советский Союз развалился и началась независимая жизнь независимой Молдовы. Мы все прекрасно с вами видим, видели, если не видели, то знаем, что Молдова за 25 лет ее постоянно качала, то есть это были своего рода качели. То есть то Молдова сближается с Россией, то Молдова откатывается обратно, подписывает какие-то там соглашения с Евросоюзом. Если смотреть с точки зрения, например, последних событий, которые были там в 2014 году, когда вот сейчас наши власти заявляют о том, что как вот могли страны СНГ, и в частности Россия позволить себе закрыть экспорт наших продукций, плод овощной, вина и так далее. Ну так вопрос-то в том, что предупреждали же. То есть есть очень много сейчас, я опять же говорю, доступ к информациям свободный. Можно же прочитать, что предупреждали страны СНГ, то есть согласно договоренностям, согласно каким-то рамочным соглашениям. Молдова не имеет права быть, то есть не имеет права на реэкспорт. То есть это всем понятно. Наша власть, я к чему это рассказываю, что настроение у людей меняется. То есть все прекрасно видят, что происходит. То есть как уже сказали коллеги, большинство там, к сожалению, нашего населения вынуждено работать за пределами нашей страны. Так вышло, то есть с точки зрения экономики так получилось. Они работают в России. Есть какой-то процент людей, которые работают в Европе. Они же все видят. То есть никто не говорит о том, что сразу же в момент, не знаю, вступления Молдовы в подписание соглашения БРЗС будет рай. Нет, ну то есть надо работать. Мне кажется, люди должны сами постепенно к этому приходить. Не бывает, что сразу вот у людей резко поменялась ментальность. Это то, что произошло с вот этой вот странной, необъяснимой пока для меня любви к Евросоюзу. В какой-то момент, то есть если так вот откатить назад время и вспомнить, как это произошло. То есть я не могу понять примерно в какой момент, то есть я сейчас говорю о молодежи, началась вот эта вот странная любовь ко всем европейским ценностям. Хотя если мы начнем сейчас говорить о европейских ценностях, то те люди, которые с душой. То есть я не против Европейского Союза. Все хорошо, это очень богатая культура, то есть если брать страны в отдельности. Но ценности, которые продвигает даже в нашей республике Евросоюз, они странные для меня. То есть если поговорить с людьми, с молодежью, то есть разделяете ли вы, не знаю, однополые браки, к примеру. Разделяете ли вы там продвижение различных вещей, которые для молдаван, они в принципе странные. То есть мы другие, ментально другие. Мы выросли уже там, определенно огромный пласт истории. У нас связаны, так вышло, у нас связаны географически огромный пласт истории с Востоком. Ну вот так, всегда мы были там. То есть исходя из духовности, из религии, исходя из культурных ценностей, исходя из торговых отношений о том, о чем говорили коллеги. Мы ближе всегда практически были с Востоком. Ну вот надо, я думаю, и нашим чиновникам понять, и молодежь должна уже наконец-то понять, что не наши. Это все хорошо. Я говорю, еще раз повторю, я не против Европы. Это замечательные страны, очень красивые города, очень красивая архитектура, культура и так далее. Но нам сейчас, с точки зрения государства, нужно понимать, что на сегодняшний день нам выгоднее, с точки зрения даже экономической, только лишь быть рядом с Востоком. Потому что экономики в Молдове, в Молдове ее нет практически сейчас. Посмотрите, что происходит. Люди уезжают же не просто так. Молодежь заканчивает университет, и что она делает? И она не понимает, что происходит. Человек закончил 3-4 года образования, куда он идет дальше? Идет устраиваться на работу, на работе ему говорят, ты неопытный, иди наберись опыта. А где ему набраться опыта, если его не берут как молодого специалиста? Образование наше не в укор никому, но оно оставляет желать лучшего. Потому что нет никакого процесса, мы тут со всех углов кричат о баллонской системе, о том, что у нас европейское образование, и ничего не меняется. Люди пытаются внедрять какие-то странные пакетные соглашения, какие-то странные предметы, которые в принципе, они для нас лишние. Здесь мы должны пройти процесс. Самое важное, это не внедрять все резко. Это должна быть постепенная история, которую люди должны пройти все вместе. Здесь интересно вспомнилось, если можно добавить чуть-чуть, как раз про духовные ценности, вспомнилась евангельская притча. Вообще процессы эти происходят, они мы видим, как бы уже просто, в принципе, наелись, поняли, осознали. Вот прошла эта эйфория сумасшедшая, там, независимости, там, да, вот этого, там, негатива определенного, там, конца Советского Союза, когда уже все устали от Советского Союза, от коммунистической идеологии. Вспоминается притча из Евангелия про блудного сына, который вот устал, там, надоело ему все у отца, и он сказал, дай мне половину моего, там, состояния, и я пойду своей дорогой. Он ушел, походил, понял, и вернулся назад к отцу. Состояние прогулял. Да, и вот теперь происходит вот это осознание, да, что вот, ну, действительно, пагубности того, что произошло, вернуть это никак уже нельзя, но хотя бы он, вот, прогуляв это состояние, поняв, осознав, он возвращается, как бы, скажем так, в лоно своей семьи и просит прощения. Ну, не то, чтобы просит прощения, но понимает, да, пагубность произошедшего. Вот можно, хотите, такую аналогию привести. Даже негативный опыт, он и есть опыт с положительным оттенком. Я хотел добавить, может быть, ну, если я так правильно услышал ваш вопрос о том, что вот вырастает новое поколение с другими ценностями, и вот как вот с этим быть? Тем более, что у нас как раз форум-то молодежный был, и, собственно, мы должны думать о том, как формировать вот у этой новой молодежи, причем не только там в Молдове, но и во всех странах, которые входят в Евразес, какое-то правильное, так сказать, соображение. И я хотел сказать о том, что вот в России, например, действительно вот это поколение там 20-25-летних, это абсолютно другие молодые люди, то есть это уже не, так сказать, как это называется, не поколение Советского Союза, это поколение Путина. И молодые люди, которые абсолютно открыты, которые с одинаковым уважением, скажем так, относятся и к нашей советской истории, и к нашей царской истории, да, и, так сказать, истории Российской империи, и вот к этой новой России. И мы понимаем, что мы вот живем, у нас есть большая связь историческая, культурная, языковая, религиозная с многими странами. И, конечно, нам интереснее общаться с теми сверстниками, с которыми, например, у нас нет языкового барьера. Поэтому вот я приезжаю, например, ну, допустим, там, в Армению, мы спокойно говорим по-русски, конечно, они говорят на армянском языке у себя дома, да, но вот с нами, пожалуйста, они общаются на русском. Мы приехали в Молдавию, мы поехали там в Камрад, все говорят по-русски, мы приехали в Кишинев, все говорят по-русски, это приятно. То есть, нет языкового барьера, можно спокойно обсуждать какие-то вещи. И для меня было очень обидно, когда я вчера услышал, там выступала журналистка, насколько я понял, Людмила, если я не ошибаюсь, которая сказала о том, что вот у нас в школах нет истории Молдавии, у нас в школах истории Румынии. И для меня это было, ну, действительно шоком, потому что, ну, как можно, ну, настолько, что ли, не знаю, как правильно сказать, неуважительно относиться к своей истории, к своему, к своему государству, что вот такие вещи допускать. Поэтому, конечно, это будет очень непростой процесс, когда фактически вот такое вот, ну, что ли, воспитание, образование детей становится уже не только делом государства, но и делом каждой семьи. Потому что то, что вот, так сказать, насаждается на официальных, скажем, источниках, это имеет явную такую пропагандистскую, что ли, тональность. Ну, очень многие семьи в Молдавии живут именно таким вот, не знаю, в двойных таких стандартах. И имеется в виду, что ребенок изучает историю румын, дома ему объясняют, мы тебя, мы с тобой будем заниматься, мы наймем тебе нормального репетитора, который тебе расскажет вообще, что такое история, это великая наука, и здесь нельзя заниматься какими-то манипуляциями в угоду той или иной политической силы. И вот то, что ты в школе, в колледже, там, в лице изучаешь, это для экзамена. Значит, вот сейчас мы с тобой будем изучать предмет для жизни. И хорошо, если, так сказать, это не слом психологии детская, но глядя на то, что многие дети воспринимают как данность, что, да, это часть Великой Румынии, Молдова, и теперь, так сказать, когда-то случится объединение двух румынских народов. Это то, что продвигает нас, так сказать, так называемые либералы. И сегодня это очень сильно влияет на, опять же, на выбор молодых людей, будущих профессий, выбор политического характера. И очень сильно, ну, наверное, искажает их будущее, потому что это как бы то прошлое, которое не соответствует действительности. То есть оно не является прошлым, оно искусственно создано, значит, оно искусственно моделирует будущее, которого может и не быть. Вот что будет с тем поколением? Ну, вот это продолжение того, что сказали по поводу истории Молдовы, молдавского языка и так далее, для меня точкой невозврата. То есть, так, вот истории, где я понял, что, к сожалению, с этими людьми все потеряно и ничего нельзя вернуть. Я сейчас говорю о чиновниках, не буду называть фамилии. В тот момент, когда один из представителей власти, выступая, сказал, что Молдова – это страна, которая проиграла во Второй мировой войне, я на секунду даже задумался, честно скажу. Я просто пытался понять логику, в какой момент в его сознании зажиглась эта искра, и он понял, что Молдова была страной, которая проиграла. Это все, опять же, продолжение по поводу там, не то, что даже неправильной трактовки, это просто вранье. И мы даже, если посмотрим, все любят нам приводить сейчас наши чиновники в пример Европу. И у меня для этого всегда очень простой ответ. Если в продолжение темы про то, что история, язык, у нас вот недавно, я коллегам просто посвящу коллегу, у нас недавно танки советские пытались снимать. Это же, в принципе, первостепенная задача Министерства обороны – это бороться с советскими танками, которые являются памятниками. Объявили их врагами и знали, что войной. Да, Министерство обороны у нас занимается вот этим направлением. И если мы посмотрим на процессы, которые происходят в Европе, я сейчас говорю с точки зрения истории. Безусловно, там есть не совсем, может быть, какие-то правильные трактовки по отношению к другим странам. Но, тем не менее, если мы посмотрим, есть огромное количество памятников Ленину в Европе, которые не сносили, которые не ломали. Есть памятники советскому солдату, абсолютно верно. То есть, в Германии, в Чехии. Есть памятники русским поэтам. Потому что это огромный пласт культуры. Это история. Это наша и их общая история. И ничего нельзя изменить. Это было. Это было хорошо или плохо. Это уже решает каждая страна и люди, которые в ней живут. Но это было. И от этого нельзя избавляться. Потому что общество, которое будет расти на каких-то историях, связанных с тем, что, например, Молдова была страна, проигравшая во Второй мировой войне. Я уже молчу о том, что для большинства наших школьников Вторая мировая война и Великая Отечественная – это знак «равно». И когда ты спрашиваешь у них, когда началась Вторая мировая война, когда началась Великая Отечественная война, и когда она закончилась, и одна, и другая война, они называют, в принципе, началом Второй мировой войны… 1 сентября 1939 года, а окончанием, они говорят, 9 мая. И тут пытаешься объяснить им, что если ты говоришь о Второй мировой войне, то она закончилась, в принципе, в сентябре 1945 года. А как она закончилась в сентябре? Ну, то есть, есть вот эти вот… Абсолютно белые пятна. Есть пятна, да, на которые я уже там молчу, если мы опять же говорим о истории в нашем поколении. Я молчу о том, что у нас про Великую Отечественную войну и про Вторую мировую войну рассказывают два раза по 45 минут. Всего два урока. Два урока, и причем в этой истории, где я там ухожу сейчас чуть-чуть в сторону, но тем не менее, есть огромная проблема на территории Республики Молдова. Там было убито порядка 400 тысяч еврейского населения, и об этом не говорят. Более того, говорят, тут это не было, это показалось, это… Ну, то есть, есть проблемы, которые нужно решать, и вот образование должно быть первостепенно. Я просто к чему говорю, вчера была инициирована отставка министра просвещения, министр, который за два почти года изменил написание буквы в языке, и который говорит о том, что директора школ должны стать менеджерами, директоров школ надо упразднить, надо назначать менеджеров. Для меня это странно. Не педагогов, а просто предпринимателей. Да, нанимать людей, просто менеджеров, которые будут управлять школами. Для меня это странно. Это то поколение, которое будет через 15-20 лет. Ну, то есть, это страшно. И вот, если мы говорим о евразийском каком-то направлении, это так, параллель я провожу сейчас, то в первую очередь важно информировать людей. Важно об этом говорить, не бояться об этом говорить. Мы не продвигаем какие-то ценности, которые идут вразрез с мышлением наших людей. Более того, мы пытаемся объяснить, что есть вещи, то есть, ты сам делаешь выбор. Есть вот, есть одна сторона медали, есть другая сторона медали. Мы объясняем и плюсы, и говорим, и не боимся говорить о минусах, что важно. Мы не рассказываем о истории успеха. Это то, что строится. И опять же, возвращаясь, я говорю, это процесс, и который надо проходить всем вместе, не насаждая. Ну, вот это как раз тот самый результат отсутствия молодежной политики. Или наоборот, присутствие молодежной политики, но она настолько однобока и так это выхолощена на формирование людей, абсолютно не знающих историю собственного края. И я знал, приходят на работу молодые журналисты, для которых география своей страны – это нечто, не знаю, нечто невероятное. И когда понимаешь, что одна из самых маленьких стран Европы, которую изучить легко, и насколько она может быть интересна, даже внутреннему туристу, для многих неведомо. Они для себя открывают, занимаясь уже своим профессиональным предназначением, открывают для себя страну. Ну, хорошо бы еще и у Родины, чтобы так открыли. У нас сейчас очень актуальна борьба с фальсификацией истории. То есть, в России, чтобы вы понимали, точно так же, как и в Молдавии, в 90-е был вектор прозападный. Либералы там поработали? Конечно, у нас было абсолютно либеральное правительство, которое продвигало европейские или западные либеральные ценности, как угодно. У нас было все то же самое. У нас было потребление главным, что ли, в обществе. То есть, был культ потребления. Это должен там, как это называется, лозунг был, что, значит, в рекламе Пепси бери от жизни все. То есть, вот был смысл жизни. Вот сейчас это изменилось, слава Богу. У нас патриотизм, у нас национальные ценности, у нас любовь к Родине. И потихоньку начинают появляться такие вещи, как выставки, например, в борьбе с фальсификацией истории. И не случайно, вот я хотел сказать, что в ООН мы внесли резолюцию о борьбе с героизацией фашизма. Потому что то, что происходит, например, сегодня в соседней Украине, по сути, героизация фашизма. И кто проголосовал против этой резолюции? Соединенные Штаты, Украина. То есть, вот у них задача героизация фашизма. И то, о чем сказал Никита, о том, что кто-то из чиновников, заявил о том, что Молдавия проиграла Вторую мировую войну. Но это же о чем говорит? О том, что человек пытается как раз заниматься переписыванием истории. Я так понимаю, что за дел для работы будущих политиков, которые придут во власть по изменению молодежной политики, ну, или объем работы большой в нашей стране. Какая задача по формированию молодежной политики в России сегодня стоит? У нас сегодня мы находимся, на самом деле, в периоде становления молодежной политики. В 14 декабре 2014 года, два года назад, были приняты основы молодежной политики до 2025 года. Достаточно такой обширный, объемный документ, на основании которого, собственно, ну, это стратегия, некая стратегия воспитания молодежи. И там очень важно, что, вот я об этом сказал, что базируется на идеологии патриотизма. То есть, все цели молодежной политики подчинены, с одной стороны, объективным критериям, потому что мы понимаем, что у нас, к сожалению, в результате двойной такой демографической ямы после Великой Отечественной войны наложилось на яму 90-х годов, когда у нас практически, так сказать, упала рождаемость до очень низких показателей. И грядет момент, когда численность молодежи сократится до очень низких значений. То есть, у нас сейчас 35 миллионов человек молодых, а к 2025 году 25 миллионов человек. То есть, у нас учителя будет проседание. И вот как раз наша сейчас задача, молодежной политики в том числе, это восстановление вот этой вот демографической проблемы, это традиционные ценности, духовные, так называемые, скрепы, которым много уже, так сказать, юмора вокруг которых. Но это традиционные семьи, это многодетные семьи. Сейчас культивируется как раз многодетность. У нас есть, например, не знаю, как в Молдавии, у нас со второго ребенка, начиная выплачивать способия, так называемый материнский капитал, соответственно, второй, третий ребенок и так далее. То есть, есть поддержка с анергосударством, многодетным семьям, где даются земельные участки и так далее, и так далее. То есть, государство действительно обратило внимание и, кстати, на молодежную политику. И, кстати, президент в своем последнем послании, вот на прошлой неделе, говорил о том, что он возлагает большие надежды на молодежь. И тот факт, что государство поддержало проведение фестиваля, это масштабнейшее будет мероприятие. Повторюсь, опять возвращусь к этой теме. Там бюджет вот на данный момент еще согласовывается, но это несколько миллиардов рублей, это действительно будет огромное мероприятие. Оно как раз и говорит о том, что фокус внимания власти сосредоточены на воспитании достойного молодого поколения. Это очень важно. У нас пособия не настолько великие, как в России. Я, как по опыту, недавно стал снова отцом. И вот этого пособия хватило кое-как, так сказать, закрыть долги по самому факту проведения родов. И все. Вот на все, что нам хватает. Мне кажется, поэтому понимаете, что сегодня говорить о каком-то демографическом взрыве Молдови не приходится. И государство не выстраивает каких-то перспектив на сегодняшний день для того, чтобы стимулировать молодых людей, создавать семьи и растить детей. У меня вот вопрос под занавес уже программы. Вот Алексею, ну, посмотрите, за эти 25 лет формировались в странах СНГ свои политические элиты, свои какие-то там, будем говорить, политические ценности. Многопартийность в этих странах развита, так сказать, пышным светом. Но вот общее евразийское пространство, оно предполагает, наверное, какие-то и политические ценности. Будем говорить, или ценности общего политического характера. То есть, какими они могли бы быть, на ваш взгляд? Ведь с учетом того, что, например, в нашей стране, опять же, партии поделили народ между собой. То есть, я за правый берег, ты за левый, и все. Очень, можно сказать, единственная партия, которая говорит о том, что мы единый народ. Нам нужно развиваться как единому государству, невзирая на языковые, культурные и духовные ценности. А в то же время формирование огромного, на огромной платформе территориальной, общего какого-то единого пространства, которое должно решить, наверное, эти вопросы, такого сближения политического. Есть, безусловно, вот, Илья отметил, у нас общие проблемы во всех государствах постсоветского пространства. И в то же время есть определенный плюрализм и в политической жизни государств, и большая разница между странами постсоветского пространства. Возьмем, к примеру, Прибалтику, отдельная история. Возьмем там страны Восточной Европы, там Украину, Белоруссию, Молдову, и возьмем там страны Кавказа и страны Средней Азии. То есть это везде разные истории. Средняя Азия, это, к примеру, там такая клановая история существует, определенное такое, что ли, шаховое или ханское преемство, когда там во всех странах практически к власти пришли несменные лидеры. Вот недавно только Каримов, первый президент Узбекистана, произошел переход власти в Казахстане, тоже лидер уже на протяжении более 25 лет. То есть там отдельная, в принципе, история. И здесь не может быть, опять же, общей такой политической, внутренней конъюнктуры, что ли, да. Но самое главное, как видится, здесь убрать вот этот вот вектор противопоставления, противопоставления, как я уже говорил, самая большая проблема раскраивания и раздраивания во всех государствах, это противопоставление, там, скажем так, Восток-Запад. То, что сейчас вот привело к расколу на Украине, к сожалению, да. Есть вот на примере Украины, можно сказать, что необходимо. То есть первое, прежде всего, что важно, это возможность для всех. Мы знаем, что большое количество уже, опять же, Илья сказал, русскоговорящего населения на постсоветском пространстве. То есть первое, что привело к расколу, это проблемы языка. Да, то есть там, скажем так, на правом берегу и на левом берегу Днепра разные процентные соотношения по языковой истории. То есть в Беларуси эта проблема решена. Там статус государственного языка, и русский, и белорусский, и каждый может, соответственно, выбирать удобные для себя. То есть первое, на что необходимо сделать акцент во всех странах постсоветского пространства, это и приведет и к политическому, скажем так, объединению эта возможность говорить на языках. Вот замечательный пример гагаузской автономии. Гагаузский язык, русский язык, молдавский язык. Это прецедент и пример, который мог бы стать таким образом для государства постсоветского пространства. То есть это первая история. Вторая история, это опять же на примере Украины. Это изменение исторического вектора, изменение исторических основ. То есть не может быть, не может строиться и воспитываться молодежь на вранье. То есть это единство в историческом векторе. То есть партии могут между собой политически враждовать. У них разные платформы, правые, левые, центристские. Но есть две основы, которые ни в коем случае нельзя подрывать. Вот если эти основы сохраняются, то в государстве стабильность. Белоруссия, Казахстан, Россия. Пример этому. Украина. Противоположный пример. Понял. Ответ услышал. Спасибо большое за нашу с вами беседу, встречу. Я думаю, зрителям было также интересно, потому что формирование евразийского общего пространства сегодня тема обсуждаемая в нашей стране. И, естественно, когда идут споры, всегда есть человек сомневающийся, всегда есть человек ярый оппонент. Но, мне кажется, та или иная идея выигрывает, если играет на поле своего оппонента. И тогда победа, и торжество победы идеи. А, соответственно, наверное, и движение страны к прогрессу, оно и таким образом реализуется. Спасибо. Желаю вам успеха. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был Илья Свиридов, председатель молодежного крыла партии «Справедливая Россия», Алексей Бычков, руководитель департамента стран СНГ, института политических исследований, и Никита Цуркан, член Координационного совета «Молодой гвардии». Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин